Учёные обнаружили гигантскую кольцообразную структуру, которая потрясает основы наших космологических теорий. Большое кольцо — это гигантская круглая структура из галактики, скоплений галактик, которая простирается на 1,3 миллиарда световых лет. Оно просто слишком большое, говорят учёные. Это колоссальное образование раздвигает границы возможного согласно современным астрономическим принципам, и само существование Большого кольца показывает нам, что пока мы по-настоящему поняли лишь очень маленькую часть Вселенной. То, что сейчас обнаружили в космосе учёные из Университета Центрального Ланкашер, потрясло экспертов. Гигантскую кольцообразную структуру астрономы называют просто Большим кольцом. Это совершенно новое и тревожное открытие представляет собой труднопостижимое скопление галактик и галактических скоплений. Один только размер этого образования по-новому определяет наше понимание Вселенной. Великое кольцо невозможно увидеть невооружённым глазом, оно слишком велико. Даже учёным из Англии потребовалось немало времени, чтобы определить все галактики, участвующие в образовании, и придумать точные цифры. Теперь наступает настоящий пинок. Структуры такого размера даже не должны существовать, согласно современным руководящим принципам астрономии. Великое кольцо нарушает все правила. Знаешь ли ты космологический принцип, который, говоря простым языком, гласит, что вся материя равномерно распределена по Вселенной? Представь, что Вселенная похожа на шоколадку, в которой всё, от маленьких кусочков сахара до крупных орехов, распределено везде довольно равномерно. Космологический принцип, по сути, утверждает, что внутри этого шоколада нет слишком больших кусков, а также нет областей без орехов и кристаллов сахара. Однако Большое кольцо сильно противоречит этой идее, потому что это огромное скопление галактик соответствовало бы кучке орехов в одном месте нашего шоколада, в то время как остальная часть шоколадки имеет совершенно другую структуру. Великое кольцо – одно из главных явлений, которые бросают палку в работу космологии ученых о гладкой Вселенной. Сейчас мы могли бы сказать, что это не имеет значения, тогда Вселенная просто выглядит по-другому. Но всё не так просто. Тот факт, что Вселенная должна быть достаточно гладкой и однородной на крупномасштабных уровнях, является следствием действующих астрофизических законов. Если во Вселенной наблюдаются аномалии, такие как Великое кольцо, это говорит о несоответствиях во всей космологии. Но как, собственно, исследователи пришли к выводу, что Вселенная должна быть гладкой? Ключевым наблюдением является космический микроволновое фоновое излучение, сокращенно КМБ. Оно, скорее всего, возникло вскоре после Большого взрыва, и очень равномерное распределение этого излучения указывает на то, что Вселенная в самом начале своего существования была чрезвычайно ровной и однородной. Ученые предполагают, что это не сильно изменилось, а значит, Вселенная и сегодня должна иметь самые большие масштабы. Астрономы также использовали телескопы, чтобы составить карту распределения галактик и скоплений галактик во Вселенной. Эти карты до сих пор показывали однородную структуру на очень больших масштабах с равномерно распределенными скоплениями материи и некоторыми пустыми пространствами. Общая теория относительности Эйнштейна предлагает объяснение того, как гравитация влияет на материю во Вселенной. Она предсказывает, что крупномасштабная структура Вселенной определяется равномерным распределением материи и энергии. Общая теория относительности на сегодняшний день оказалась очень успешной в описании Вселенной. Наконец, к этим признакам добавляется закон Хаббла. Наблюдение того, что далекие галактики удаляются от нас и что эта скорость убегания пропорциональна их расстояния, указывает на то, что Вселенная расширяется равномерно. Это равномерное расширение можно воспринимать как еще одно доказательство того, что Вселенная однородна на больших масштабах. Является ли это астрономическим ударом удачи? Почему Великое кольцо не вписывается в эти предположения? На этот вопрос можно ответить довольно просто, сказав, что его размер и форм представляют собой настолько огромную аномалию, что мы должны были бы найти доказательства этого явления в СМВ и других формулах. Но их нет. Во всех расчетах вероятного размера Вселенной и в предсказаниях Эйнштейна о самых больших явлениях во Вселенной кольцо не фигурирует. Но оно просто слишком гигантское, чтобы не быть включенным в расчеты. Счастливым астрономом, обнаружившим это исключительное явление, стала Алексия Лопес, аспирантка Университета Центрального Ланкашер. И это не первый раз, когда Алексия Лопес видит что-то необычное в космосе. Исследовательница знает толк в больших структурах и тоже обнаружила так называемую гигантскую дугу – структуру, которая охватывает 3,3 миллиарда световых лет пространства. По словам Лопес, она сделала эти открытия скорее случайно. На самом деле она работала над чем-то совершенно другим. Внезапно она стала экспертом по сверхкрупным явлениям во Вселенной, но даже Лопес не может объяснить их существование, исходя из нынешнего понимания Вселенной. Однако целеустремленная ученая уверена, что ее открытия говорят на важном языке, но Лопес и ее коллеги пока не поняли, о чем именно идет речь. Интересно, что и Великое Кольцо, и гигантская дуга лежат относительно недалеко друг от друга, рядом с созвездием Буца. И вот здесь мы сталкиваемся с еще одной невозможностью Вселенной – Великой Пустотой Буца. Также известная как Великая Пустота, эта обширная область Вселенной представляет собой пространство, в котором содержится удивительно мало галактик. Пустота Буца простирается примерно на 330 миллионов световых лет и была открыта в 1980-х годах. В космической паутине эта крупномасштабная структура также представляет собой загадку. Такие огромные пустоты, как эта, на самом деле не должны возникать. С чисто математической точки зрения пространство такого объема должно содержать десятки тысяч галактик, но в пустоте Буца их всего около 60. Большое кольцо гигантских дуг и огромные пустоты ставят перед исследователями до сих пор нерешенную проблему. Очень вероятно, что кольцо и дуга связаны между собой. Также может быть связь и с пустотой Буца. Не исключено, что вместе эти объекты могут образовывать еще более крупную структуру, и на этом пределе наши прежние космологические модели окончательно рухнут. Но что бы тогда произошло? В этом случае у ученых уже не было бы никаких средств для объяснения механизмов, способных породить эти структуры. ТОП 7 самых больших структур во Вселенной Еще до открытия Большого кольца и гигантской дуги эти структуры давали ученым пищу для размышлений, потому что они тоже просто слишком велики для космических законов, которые действовали до сих пор. В первую очередь впечатляет Великая Стена Геркулеса, короны Бореалис. Будучи самой большой из известных структур во Вселенной, она простирается примерно на 10 миллиардов световых лет. Эта гигантская структура из нитей галактик была обнаружена благодаря гамма-всплескам. Находясь под номером 2, Великая Пустота Эридена уносит нас на край нашего воображения. Размером 1,8 миллиарда световых лет она является самой большой из известных на данный момент пустот во Вселенной. На третьем месте идет Великая Стена Слоуна, длина которой составляет около 1,38 миллиарда световых лет. Это гигантское скопление галактик было открыто в рамках Слоуновского цифрового обзора неба. За ним на четвертом месте следует суперкластер Шепли, который содержит более 8 тысяч галактик и имеет размер 650 миллионов световых лет. Суперкластером Ланиакея, в который также входит наш Млечный Путь, мы выходим на пятое место. Имея диаметр около 520 миллионов световых лет, структура Ланиакея включает в себя около 100 тысяч галактик. Номер 6 в этом списке мы уже видели. Пустота Бутса простирается примерно на 330 миллионов световых лет. Под номером 7 до открытия новых гигантских структур значился Великий Аттрактор. Эта загадочная область в космосе притягивает галактики с расстояния около 250 миллионов световых лет благодаря своей огромной гравитационной силе. Мы тоже вместе с нашим Млечным Путем неизбежно движемся навстречу этой загадке, и на данный момент никто точно не знает, что же на самом деле представляет собой Великий Аттрактор. С размером в 3,3 миллиарда световых лет вновь открытая кольцевая дуга теперь займет второе место, а Великое Кольцо с размером в 1,3 миллиарда световых лет окажется сразу за Слоуновской Великой Стеной. Таким образом, оба этих новых открытия входят в число крупнейших известных структур во Вселенной. Штопор в космосе? Помимо невероятных размеров, Великое Кольцо окружает еще одно захватывающее открытие. Первооткрывательница Алексия Лопес обнаружила, что это явление не является идеальным кольцом, а весьма вероятно имеет скорее форму спирали. Но что это означает с практической точки зрения для нашего космологического взгляда на мир? Если мы посмотрим на последнюю карту известной Вселенной с ее крупнейшими явлениями, то возникнет другой вопрос. Возможно, мы живем в каком-то гигантском организме? На уровне самых крупных явлений картина Вселенной меняется невероятным образом. Нам известны структуры планет, звезд и галактик. На этом уровне мы неоднократно сталкиваемся с круглыми формами, сферами, вращениями и дисками. В удивительных формах галактик мы можем распознать спирали, диски и гармонические структуры, которые геометрически понятны и по большей части линейны. Здесь по-прежнему действуют наши законы ньютоновской физики и уравнения относительности Альберта Эйнштейна. Но на уровне скоплений галактик, гигантских течений, пустот и таких явлений, как гигантское дуга и великое кольцо, мы вступаем в совершенно новые измерения естествознания. Все кажется органичным, хаотично организованным и больше не поддающимся пониманию. Нечто похожее происходит с учеными в мире мельчайших частиц. В субатомной физике исследователи также быстро достигают пределов привычных формул и математических уравнений. Субатомный мир во многом не поддается расчетам. Кажется, что он тоже подчиняется законам, которые мы понимаем лишь в малой степени. Частицы, которые также являются основой всех гигантских явлений, таких как пустоты и суперкластеры, гораздо более изменчивы и нестабильны, чем предполагалось ранее. Но что это значит для нашего космологического взгляда на мир? Создается впечатление, что последние сто лет мы провели тщательно исследуя небольшой участок Вселенной и описывая его с помощью формул и теорий. Но теперь мы наталкиваемся на пределы этих описаний на все больших и все меньших масштабах. Находится ли наша Вселенная в чьем-то теле? Звучит безумно, но представь, что мы живем в теле живого существа. И то, что мы считаем Вселенной, на самом деле является какой-то частью тела этого существа. Возможно, внутри наших собственных клеток есть маленькие Вселенные, где крошечные исследователи с изумлением изучают наши кровотоки, делают расчеты и гадают, есть ли у Вселенной конец или нет. Мы могли бы жить вместе со всем нашим космосом, будучи песчинкой на пляже в гораздо-гораздо более гигантском мире. Идеи пузырьковой Вселенной утверждают, что внутри этого мира, помимо нашего, могут существовать и другие, и, возможно, такие области, как Великие Пустоты, являются пока еще не обнаруженными входами в подобные измерения. Пока что нет никаких доказательств в пользу этих фантастических идей, но очевидные доказательства старых теорий линейной и математически рационально описываемой Вселенной постепенно рушатся, и сейчас перед нами открываются новые измерения естествознания. Подписывайся на канал прямо сейчас и будь частью каждого нового видео.